Ребята, всем привет! Всем привет! С вами Натали и еще одна Натали, которая Наташа Берсин. Сегодня она пришла ко мне в гости, но тут вышло, конечно, так двояко, потому что я пришла к ребятам в гости, но Наташа пришла ко мне на канал в гости. Непонятно! Че к чему-то, блин? Что мы сегодня будем делать? Ты будешь меня почивать фикс-прайсом, и я уникальный человек, я никогда не покупала в фикс-прайсе еду. Может, какую-то микро-мелочевку, но я не помню, поэтому сегодня я буду тестить впервые еду из фикс-прайса. Затарилась я на славу. Вот тут у меня такой большой пакет. Я буду говорить, сколько еще стоит. Вот у меня здесь чек. Кстати, все, что я купила, вышло всего лишь на 521 рубль. Вы представляете? Просто шок. Дешевка! Ну что, начнем со сладенького? Давай. Кстати, по ощущениям, московский фикс-прайс не дороже Владимирского. Да, то же самое, да, то же самое. Мне кажется, цены у них фиксированы. Все-таки фикс. Они там зафиксировали по всей России. Все, мы начинаем нашу дегустацию. Итак, первое, что мы будем пробовать, это вот такие чипсоны со вкусом краба. Стоят они 16 рублей 60 копеек. Это будут самые дешевые чипсы в моей жизни. И они должны быть, кстати, в форме крабиков, судя вот по этой картиночке, которая здесь у нас в уголочке. Ну, дизайн прикольный, мне нравится. Сделано интересно, как будто это какие-то заморские чипсы. Упаковка очень симпатичная. И с Next Time вот такой, типа, монстрик. Напоминает, знаешь, что бенгре, вот чипсики тоже в форме краба. Еще мне напоминают такие чипсы времена, когда мы с Валерой только-только поженились, и мы покупали прям чипс, который называли Крабок. Ну что, оцениваем? Это реально похоже на бенгре, а те чипсы считаются так-то вкусными и хорошими. Дорогие они? Не супердорогие, но они 16 рублей, где-то, наверное, 30-40. Вот по мне вкусно. Да, они хрустящие, воздушные, в меру соленые. Я бы сказала, какая-то креветочка здесь, как будто присутствует, а я люблю тут все морепродукты. Нет, чипсы годные, несмотря на дешевую цену. Вообще, предлагаю по пятибалльной шкале оценивать сегодня каждый продукт. Я, наверное, поставлю пятерку. Хорошо, я тоже ставлю пять. Пятерка. Сейчас после съемки доедим. Ну а теперь у нас сладенькое. Тут такие хрустящие палочки в глазуре, которые называются чокки. И это закос под поки. Да, корейские тоже палочки, которые идут в шоколаде или в какой-то там еще глазури. Они действительно очень популярные, как в Азии, так мне кажется, у нас в России. Поки с Алиэкспресс. Ты чего, охуеть? С Алиэкспресс, да. Чоки-поки. И стоит 27 рублей 50 копеек. Это, кстати, прям такая классическая соломка. Ее окунули в шоколад. Да, и причем так обильно окунули, мне кажется. Ну да. Толстенько, как бенгальские огни такие, короче, шоколадные. И пахнет вкусно. Ну, чем-то похоже на молочный шоколад такой, типа детский. Ну, приемлемо. Вполне приемлемо. Я просто не очень люблю сама по себе шоколад. Но если абстрагироваться от своих вкусовых предпочтений, то это вполне съедобно. Молочный, кстати, я больше всего люблю шоколад. И с горячим чайшком, как я обычно говорю, так ох на душу ляжет, ребят. Но, конечно, здесь довольно мало. Вот сколько здесь палочек? Раз, два, три, четыре, пять. Ну, короче, где-то девять палочек вот за 27 рублей вы получаете. И какие-то обломки. Ну, шоколад не какой-то прям люксовый, мне кажется, из серии как Аленка. Ну, да. Такой обычный. Да. Я, наверное, поставлю где-то 4. Я тоже. Ну, а теперь я предлагаю попробовать семки вот такие с морской солью. Называются они Don't Say Me. 18 рублей 30 копеек. А, ну, нормально. Я почему-то послышала с вначале 80, я уже хотела бухтеть. Это, считаю, семечки для ленивых уже все почищено. Да, они же почищены, пахнут кормом для рыбок. Ну, слегка, да, есть такое. А корм для рыбок пахнет, ребят, на него. Ну, я так думаю... Ну, чуть-чуть, не прям такая жесть. Из-за морской солью, я думаю. Я думаю, да. Отсып семек. Вообще, там мексиканец нарисован. Мексиканец на семке. Что-то мексиканские семки. Холененькие какие. Очень. Даже довольно хрустящие. Я думала, вдруг они такие типа отсыревшие, потому что они очищенные. И не горчат. Бывают семечки горчат. Да. Все нормально. Из Мексики с любовью. На самом деле, все это дело из села Курсавка, Ставропольский край. Там филиал Мексики. Курсавка, привет! Отзявитесь в комментариях, есть ли кто из Курсавки. У вас отличные семки. Я ставлю пять. Я тоже ставлю пять. Очень вкусно. Но сейчас я предлагаю Наташе немножечко вернуться в Амстердам и скушать голландских вафелек. Путешествия нынче такие. Неглазированные, ребят. Я читаю, неглазированные вафли. Сиропные вареная сгущенка. 27 рублей, 50 копеек. Все удовольствие. Наташа, вот, кстати, любит тоже такие вафельки. Ну, именно, которые, естественно, на родине делаются. Там они безумно вкусные. Да, у нас есть неплохие, есть хороший бренд, который их выпускает, но все равно это не то. А здесь явно сэкономили на упаковке. И, возможно, сами вафли сделали вкусными. Да, а вдруг? Так, сначала на нюх. Ну, пахнет, да, сгущенкой вареной. Мне кажется, классические они все-таки с карамелью, а не со сгущенкой. Ну да, у них такая больше карамель. По текстуре похоже. Они такие, типа, гнущиеся, одновременно песочные. Ой. Короче, это не те вафли. Оригинальные они реально с карамелью, причем она такая тягучая, их даже сложно откусывать. Эти легко кусаются. Да, не то. Но, признаться, вкусненько. Это похоже, знаете, на что? На трубочки со сгущенкой из детства. Просто форма другая. Поэтому это нормально, это вкусно. Да. Мне очень нравится, знаете, консистенция таких вафель. И мне, кстати, нравится намного больше, чем вот обычные такие, обычные вафли прямоугольные. Хотя здесь и нами не обещали голландские вафли. Не обещали. Они визуально так выглядят. Да, поэтому можно поставить тебе терочку. Прям супер. Что-то нам пока что все нравится. Ну, когда обсирать-то будем? Ну, а теперь добавим немного энергии в этот жаркий день. Предлагаю охладиться и взбодриться. Вот здесь подтеки крови просто. Почему здесь кровь? Скилл Торнадо. Макс. Эконом энергетик, это уже звучит опасно. Таурин, кофеин, в общем, витамин. Ну, как всегда, тут витаминов очень много. Вот это я люблю. Сейчас мы еще и здоровье поправим. Стоит, кстати, 55 рублей этот напиток. Ну, учитывая объем, то это дешево, конечно. Я люблю, как пахнут энергетики. Мне вообще они по вкусу нравятся и по запаху. Я не очень люблю эффект. Просто не злоупотребляю. Могу там пару глотков выпить. О, свет Байкала тут. Да, да, да. Кстати, по-моему, оригинальный Red Bull, который продается в Таиланде, он как раз темненький. Реально чувствуется вкус каких-то ягод, что ли. Ого. Слушайте, да. Все вштырит вообще. Он вкуснее, чем вот то, что я не люблю. Red Bull не любишь, да? Угу. Самый стандартный вот этот запах, он мне ассоциируется, не знаю, с каким-то, вернее, там типа 2007-й и вот эти были, как там, ягуар. Это знать надо! Это классика, блядь! Мне отвратно от этого запаха. А тут такой вкус, как будто что-то вот ягодный какой-то микс. Вообще, как будто какая-то смородиновая водичка, что ли. Я бы даже не подумала, что энергетик, мне показалось плюс лимонадик какой-то. Ну, ты как вот чувствуешь, что это какая-то дешевка и какая-то фигня? Не, нормально вроде. Ну, сейчас проверим эффект. Включается через пять минут. Сейчас проверим эффект, да. Ну, короче, нормальный напиток. Я ставлю... Я четверочку. Тоже четверку. А за что мы баллы скинули? Наверное, знаешь, из принципа я скинула, что все-таки это энергетика, я энергетики. Ну да, я тоже так же поставлю. Типа так. И кровь меня очень смутила на упаковке, знаете ли. Как-то мне это выглядит неаппетитно. Фикс-прайс дорога, как говорится. Мне никто за это не платил. Могли бы, блин. Ребята, ну еще так, как я сейчас в Москве, я решила с Наташей попробовать интересную такую вещичку. Короче, мы нашли алкогольное мороженое. Вы не ослышались, алкогольное мороженое. И заказали его сегодня из Яндекс.Лавки. Взяли пломбир с армянским коньяком. И еще со сливочным ликером мороженым. После энергетика самое то. У нас уже, кстати, начало немножечко бодрить. Сейчас еще закинемся мороженое. По факту вообще это мороженое, кстати, и не алкогольное. Здесь всего 0,5%. Я думаю, что оно просто больше со вкусом данных напитков. Это новинка. Начинаем с сливочного ликера. Это похоже на вкус Беллиса, наверное, будет. Вот такая ложечка. То есть можно взять и на улицу пойти кушать. Наша тема пробовать странные вкусняшки. Ммм, оно такое мягкое. Есть этот вкус. Прям Беллис, да? Жирненькое, вкусное, наливное. Оно такое плотное прям. 75 грамм, кстати, идет в упаковке. Кстати, не горчит. Например, я помню, кем-нибудь конфеты с алкоголем бывают прям такие ядреные. Здесь вкус довольно мягкий. Похож даже, знаете, на кофе со сливками. Но по сути ликер-то он и есть кофе со сливками. На крем-брюле чем-то смахивает. Когда вы проглатываете, есть вот этот вот действительно вкус Беллис. Вот такая ноточка где-то играет. Короче, мне кажется, это очень необычно. Я вот этому, наверное, поставлю пятерку. Я тоже. Так, ну что? Вот честно, армянский коньяк меня немножко больше пугает. По виду оно похоже на предыдущее мороженое. То есть оно тоже светлое. Ты пила армянский коньяк? Когда-то в жизни, может, и да. Но я вообще не очень люблю такое. Я видела, что папа у меня пил. Сама, может быть, я вот... Вот взрослые поколения, они прям любят. Знаешь, там, типа, перед театром рюмашечку, коньячку. Ну что ж, давайте. Ой, я чувствую нотку. Чувствую-чувствую ноточку. Сколько Арарат, сколько звезд? А сколько у него максимум может быть? Какая вылечка? По-моему, пять самые хорошие. Пишите в комментариях, мы просто не разбираемся особо. Слушай, ну мне кажется, что вот у этого мороженого горчинка присутствует побольше. Ну, оно тоже мягкое, сладкое и, мне кажется, такое более брутальное. Такое более мужское, что ли. По запаху особо вот не понимаю, а вкус, да, коньячок. Тут, кстати, можно посмотреть, как мы сделали мороженое с виски, что у нас еще есть. Там, кстати, есть еще другие вкусы, но не было сейчас в наличии всех четырех. И тут как раз рассказывают, как они его делали. Наверное, что, коньячка туда буль-буль. Ну, короче, мне понравилось, но, наверное, предыдущее все-таки больше. Оно такое более девчачье. Алкоголь здесь не прямо жесткий, ну, оно не бьет ни в голову, ни как, то есть все равно приятно на вкус. Да, мне кажется, это интересно такое, типа, для теста, для разнообразия. Так что, ребят, если вы тоже заинтересовались таким мороженым, хотите попробовать, то я оставляю ссылочку в описании этого видео. Итак, следующее, что мы будем тестировать Наташи, это бисквитное пирожное, которое называется Mami's Cake. На дочем месте английский язык, как это переводится? Мамин пирог. Он, кстати, идет со вкусом яблочного пирожка. И стоит такое пирожное 7 рублей 80 копеек. 7 рублей? У меня просто шок от цен. Я говорю же, я никогда не закупалась в фикс-прайсе. Для меня вот, например, в обычном магазине срок за 14 рублей, это уже вау, почему так дешево. Ну, наверное, все это складывается из всяких заменителей и заменителей всего. Заменитель-заменитель. Для молочного жира, наверное, заменю, короче, ароматизатор. А запах у него как у рулетов, такие с кремом рулеты и с детства еще. Помнишь, да, такие? Да-да-да, такие нарезали кружочками. Все друг к другу приходили в гости с этими рулетами, прям классика была. И на вкус, по-моему, прям этот рулет. Внутри джем, белая прослойка какой-то, крем. Да, сливочная какая-то прослойка. И немного шоколада. И вот эти две части как бы склеены. И снизу, да, еще шоколадка, но все подтаяло. Очень сладко. Чересчур притерно даже, я бы сказала. Не знаю, я ставлю тройбан. Ну, я, наверное, поставлю где-то 3 с плюсом. Скажем так, за ностальгию. Но за то, что это, да, чересчур пересладко. Пересладко. Переслачено. За это, конечно, минусы. Следующее, что мы будем тестировать, это горячий шоколад. Мак Чоколад. Стоит он 55 рублей. И, значит, это у нас растворимый какао-напиток с ароматом миндаля. Внутри 10 саше. То есть одно саше стоит, ну, 10. 5 рублей всего лишь. Ну, кстати, выглядит коробочка премиально. Символ мне напоминает Twitter. Похоже, мне кажется, на какой-то бренд вообще оформления. Ну что, сейчас нам руслашик заварят. Вот и наши горячие шоколадики. Мы не добавляли молоко, чтобы понять чистый вкус продукта. Ну что тут нам на 5 рублей предлагают? Кстати, там на упаковке было написано, что не содержит какой-то особенный консервант Е950. Я погуглила, это что-то там про калий было написано. Это какой-то мышляк. Что он токсичен, да. Ни какой-то мышляк. Нет, это не мышляк. Просто было написано, что он токсичен, и его все равно куда-то добавляют. А здесь прям сделали акцент на этом. Сделали акцент. Его тут нет. Мы очень рады. Слушайте, он очень сладкий. Пейте, не помирайте. У меня горьковато как-то. Вот горьковато. Не, мне не горьковато. У меня ощущение просто, что это не настоящий горячий шоколад, и как будто какая-то подделка под него. Ну, жижится, да. Кажется, что ситуацию бы спасло добавление молочка. Ну, возможно, но сам по себе вкус напоминает вкус дешевого шоколада. Соя, соя одна, соя, как мне мама раньше говорила постоянно. Ой, очень дешевый шоколад. Прям, ну а что мы хотим? Он ей дешевый, 5 рублей. Я ставлю. Я тоже. Мне не понравилось. Но... Я с тобой всегда солидан. Я тоже. Но упаковка стильная, это факт. А вот сам шоколадик... Не ведитесь на упаковку, это не очень вкусно. Следующий продукт, это у нас печеньки, которые называются «Завтрак на отлично». Стоят они 55 рублей. Вот это вся упаковка. Это печенье утреннее с Алиэкспресс. Точнее, с Фикс Прайса. Здесь явный сокос. Цена примерно в 2,5 раза дешевле. Явно сэкономили на упаковке. А, название похоже, там утреннее, здесь к завтраку. Короче, здесь еще идет фасовка по отдельным упаковочкам. То есть, это удобно, в принципе, брать с собой. Закинул ребенку в школу за шиворот, сам с собой взял, и все хорошо. Кстати, когда мы пробовали всякие азиатские продукты, там почти все упаковывают в индивидуальной упаковке, и мы с Русом подумали, что это еще удобное соображение, что там жарко, и чтобы всякие насекомые не поели и так далее. Все это в отдельных паках. Так, здесь нарисован такой, знаете, веселый автобус, едут ребята, видимо, едут в школу, как раз, как я и сказала. О, кто-то собаку взял, смотрите, им разрешают обрать на уроки. А за рулем Фредди Крюгер. Это же напоминает американский желтый автобус. Без пальмового масла. Здесь большая пометка. Короче, когда продукты дешевые, реально, ты видишь большие пометки. Там без мышьяка, тут без пальмового масла. Без какого мышьяка. Пахнет подсолнечным маслом. Пахнет самым дешевым рассыпчатым печеньем. И на вкус это именно оно. Ну, в принципе, нормально, но это, конечно, далеко не утреннее печенье, это намного проще. Такого плана печеньки обычно дают детям. Знаешь, так как-то пососать, полизать, занять ротик. Какая-то ваниль есть во вкусе. Молочный такой вот вкус, довольно нежный, приятный. Но, ребят, как бы ничего особенного. Наверное, я бы поставила где-то троечку с плюсом, может быть. Я тоже ставлю примерно 3 балла. Даже, наверное, могу поставить 4 за состав, потому что он здесь прям не супер криминальный. И мне кажется, это печенье реально можно давать детям. Главное, не садитесь в автобус к Фредди Крюгеру. А все остальное, как говорится, приложится. Ну, а теперь киндер-сюрпризы, которые называются Kids Box. У меня здесь какой-то Буба изображен. У меня мишка белый. Удивлять полезно. Десерт с подарком. Вот так это открывается. Оно. Вот здесь игрушка, судя по всему. В принципе, это выглядит, ребят, стандартно, как обычно. Давай подглянем в игрушечный раздел, потому что там должна быть ложка. Да, давайте подглянем. О, да, ложка там. Ну, короче, здесь молочный шоколад. Да, еще свалялось в один лох. И типа такие печеньки кругленькие. О, у тебя они загорелые, а у меня белые. А, здесь молочный шоколад и белый шоколад. И... У меня только-только приехали на юг, а эти отдыхают уже полторы недели примерно. Вот так примерно это выглядит. Чего ли он помоел? У меня выстрелила печенька. Это не похоже даже на шоколад. Это какая-то шоколадная паста. Типа мазня такая. Типа нутеллы. Ну, коричневый шоколад невкусный. Нет, это невкусный. Нет, что-то горчит что-то. Ну, то есть он вроде молочный, но какая-то есть горчинка. В общем-то не очень дорогой и не очень качественный шоколад здесь используется. Наверное, два. С минусом. Ну, потому что упаковали просто не намертво. Как вот ребенок должен это распаковать? Мимимишки. 3D-игрушки на подставке. Не мимимишка, это тиктокер. А у тебя какая? У меня губа. Овца. Это какая-то овца, да. Овца, да. И еще у меня два крота, что ли. Короче, ребята, не знаю, кто это. Вот вся коллекция. В общем, такие игрушечки, ну, мне кажется, довольно неплохие. Учитывая, что они еще и на подставке. Нормальные. Мне кажется, даже лучше, чем иногда попадаются в киндере. Да, я тоже это хотела сказать. Потому что в киндере в последнее время такая туфтяга. О, хорошенький такой. Очень даже милые игрушки. Глазки ровно распечатаны, все нормально. Здесь они ровно нарисованы, так что да. Аташка, кукольный блогер, видит сразу печать. Да. Печать хорошая. Ну и последнее, ребята. Вот такой кирпич. Маловая котлета, денег. Халва подсолнечная. Когда ты последний раз ела халву? Ну, я люблю это. Я покупаю обычно такую в нарезку, ее взвешивают. То есть не магазинную, а в палаточке. В пленочку так заворачивать даете, да? Да, да. 27 рублей 50 копеек. Очень дешевая, потому что упаковка большая. Тут прям как будто такой ломоть, как вот сливочное масло продается. Огромный кусок. Тот самый запашок. Он какой-то здесь горьковатый такой. Горьковатый, да? Но то, что я покупала недавно на вес, она была немножко со сливочным вкусом. Здесь, мне кажется, прямо она из семечек без каких-либо добавок. Нормально, она мягкая, свежая. Короче, меня фикс прайс удивил. В принципе, есть годная вещь. Что, пойдешь покупать? Бегу. Вообще, после съемки, вот это все остается у Наташи с Русланом. Им есть чем пить чай в ближайшие несколько дней. Халву однозначно употребим. Хорошая, да. Мягенькая такая нежная. И сейчас ребята напомнили мне о детстве. Производитель город Ростов-на-Дону. О, ростовчане. Привет. Валера недавно оттуда, да? Да, Валера недавно оттуда как раз вернулся. Халва у вас зачетная. Да. Ставим пятерку. Годно. Нет, стрёмно. Ну что, давайте узнаем Наташе, как ей сегодняшние тесты. Короче, фикс прайс меня удивил в хорошем смысле. Но я, конечно, полагаю, что даже вкусные продукты с не очень хорошим составом. Поэтому либо читайте состав, либо не увлекайтесь. Ну да, так побаловаться, скажем. Ну да, в целом нормально. Я думала, будет хуже. Все, ребята, спасибо вам большое за просмотр. Надеюсь, вам видео понравилось. Обязательно пишите в комментарии, что вы покупаете из еды фикс прайс. И что вам там вообще нравится. Ну а мы прощаемся и пока. Всем пока.